Это моя бабушка. Она сидит, вяжет. Как вы видите, здесь много достаточно ее картин. А это кот. Его зовут просто кот. А еще соседский домик в окне, цветок на подоконнике, ажурные подзоры на кровати, вышитые наволочки, икона Богородицы в красном углу. В каждой детали рисунка 11-летней Маши – любовь к бабушке и родному дому. Возможно, именно это тронуло жюри всероссийского изобразительного диктанта. Тема для импровизированного рисунка была непроста. Мастера моего края. Моя бабушка умеет вышивать из ткани. И она вышивает картины. И вот она села на стул и начала вышивать. И я ее так быстро запечатлила и нарисовала. Главные условия конкурса – незнакомая тема, ограниченное время, краски и воображение. Маша справилась за три часа. Развивать фотографическую память и художественное восприятие мира девочке помогает ее педагог. Наталья Владимировна в Новоалтайской художественной школе преподает больше 15 лет. Каждый год ее ученики становятся победителями разных конкурсов. Ребятам нравится посещать занятия. Многие приезжают из Барнаула и соседних населенных пунктов. Например, как Маша из Сорочего Лога. Ее путь к искусству – 31 километр. Четыре раза в неделю после учебы она преодолевает это расстояние, чтобы учиться живописи. Когда вместе будешь писать, немножко списываешь край, чтобы не был рефлекс. В изобразительном диктанте участвовал весь класс. Некоторые рисунки также отметили номинациями. А Машина работа прошла финал. Ее вместе с педагогом пригласили на торжественное награждение в Москву. Однако возникла финансовая проблема с оплатой перелета педагогу. Это стало известно депутату Госдумы Александру Прокопьеву. Он посчитал, что учитель и ученик должны вместе разделить радость победы и оплатил перелет. Для ребенка была сказка даже то, что уже сели в самолет. Когда мы проехали по Москве, когда мы побывали на Красной площади, мы просто ходили и возле каждого фотографировались. Я-то была в Москве, но я видела ее восторг, потому что для нее это было чудо. Для художника путешествие в новое место – вдохновение, необычные идеи и образы. Сейчас в планах Маши и Натальи Владимировны сделать зарисовки своих прогулок по Москве. Была дождливая погода. Все эти здания, когда они отражаются на площади, это было вообще чудо. Мы наделали много фотографий. Есть много планов сделать несколько композиций на эту тему. Мария Мацайва, Андрей Печоркин. День с толком. 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 День с толком.